Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я расскажу вам о том, как проверить смолу для пеноизола и подобрать для нее раствор. Перед тем, как заливать пеноизол, необходимо проверить качество всех компонентов смолы, ортофосфонной кислоты и пенообразователя. Я это делаю перед каждой заливкой. Итак, начнем. В первую очередь нам понадобится секундомер. 1 литр воды крановой, отстоянной от хлорки, комнатной температуры. 100 миллилитров нашего пенообразователя АБСК. 100 миллилитров смолы КПСГ Новомосковского завода Сафрахим. Ортофосфорная кислота тоже примерно 100 миллилитров. Я пока не переливал. Термометр со шкалой до 100 градусов. Одноразовые стаканчики. Приз медицинский вместимостью 20 миллилитров и 2 литровая стеклянная емкость для раствора. Для начала необходимо сделать пробный раствор пенообразователя, воды и ортофосфорной кислоты. Наливаем строго отмеренный литр воды в емкость. Я буду использовать на 100 литров воды 500 миллилитров пенообразователя АБСК. Поэтому по пропорции в 1 литр воды я должен вылить 5 миллилитров. Лицом набираем 5 миллилитров или 5 кубиков и выливаем его в воду. После этого все необходимо качественно перемешать. Сначала вода мутнеет и при нормальной концентрации на образователя должна стать прозрачная, как обычная крановая вода. Начала просветляться вода, значит пенообразователя хватает. Я беру даже с запасом, потому что чуть больше можно взять для улучшения пенообразования. В горячей воде пенообразователь растворяется лучше, поэтому рекомендуется подогреть воду до 40-60 градусов. Для более качественного эксперимента я использую градусник, которым замеряю температуру раствора для того, чтобы в дальнейшем не ошибиться в расчетах, если мы будем работать в другом месте. Но я делаю эксперимент при температуре воды 25 градусов и эту температуру необходимо поддерживать постоянно. Теперь берем очищенную пищевую ортофосфорную кислоту. В моем случае для смолы КПСГ необходимо примерно 200 миллиграмм на 100 литров воды. Я начну из 200. Ортофосфорная кислота у меня раньше была техническая. Она полежала год в охладном помещении и почему-то выпала в осадок. При этом не замерзала. Температура хранения была примерно плюс 15 градусов Цельсия. Пенозол не застывает за необходимые 9 минут и приходится увеличивать концентрацию в два раза, а это чревато ухудшение пенообразователя. Набираем 2 кубика и вливаем ее в приготовленный раствор. Хорошо перемешиваем. Нужно помнить, что срок хранения ортофосфорной кислоты 2-3 года и поэтому после этого срока кислота может потерять свои полностью химические свойства. Через два года на моей кислоте появился какой-то непонятный голубоватый осадок, который при взбалтывании переходит во взвешенное состояние и плавает такими непонятными хлопьями. После этого берем чистый стаканчик и начинаем опыт. Наливаем чистый стаканчик 20 миллилитров смолы КПСГ. Шприц желательно помыть или же использовать второй для раствора. Теперь выливаем в эту смолу тысячи миллилитров подготовленного раствора. Хорошо перемешиваем. Засекаем время и ждем пока раствор не начнет превращаться желе. Периодически необходимо покачивать стакан и смотреть какая консистенция у приготовленного пенозола. Наконец прошло 12 минут, но раствор еще жидкий, поэтому необходимо добавлять кислоту. Я добавлю в раствор еще один миллилитр кислоты. В новый стаканчик наливаем опять же 20 миллилитров смолы. И 30 миллилитров раствора. Размешиваем и включаем секундомер. Наконец прошло 9 минут и раствор в стаканчике превратился в пеноизол. Если его перевернуть, он не выпадает, а значит хорошо застынет во время заливки. Теперь эти данные необходимо записать в блокнот и хранить их до того момента, пока вы не купите новую партию какого-то из компонентов пеноизола. Как видим, вот оба стаканчика из наших опытов. В одном стаканчике еще вытекает жидкость, в том, в котором было 200 миллилитров ртофосфорной кислоты на 100 литров воды. Второй же опыт успешный. Данные эти записываем и в дальнейшем пользуемся для заливки пеноизолом. Для производства пеноизола я пользуюсь немножечко устаревшей установкой пеноизол B. Но она мне нравится. Проста в использовании, компактно и не ломается, как автомат Калашникова. Единственное, необходимо ее прочищать. После каждого сезона вымывать хорошо. Потому что в резервуаре для смолы образуется налет большой на стенках, такой как сталактиты. Если кусочки будут отпадать, они попадут в систему трубопровода и нарушат подачу раствора для производства пеноизола. Для обслуживания резервуаров есть крышка такая. Эти ресиверы очень универсальны. Если заглянуть внутрь, здесь написано смола. То можно увидеть налет небольшой от пеноизола. Он тяжело очищается. Но необходимо удалить то, что убирается. Чтобы оно в дальнейшем не испортило производство пеноизола. Вот такие кусочки я уже удалял. Они были на дне. Хорошо пролипли к стенкам ресивера. Поэтому пришлось их немного отдирать острым предметом. Еще очень важное замечание по работе с установкой пеноизол B. Если вы заполнили емкость для раствора раствором, то не оставляйте раствор больше чем на час. Потому что внутренние стенки емкости начинают взаимодействовать с артофосфорной кислотой. И кислотность раствора уменьшается. И через сутки примерно у вас уже тот же раствор совсем другой и пеноизол не получится. Для примера можно посмотреть резервуары внутрь и увидеть, что же там. Вот резервуар для смолы. Смотрим, что внутри. Вот видно место, что я очистил внизу. Там было особенно много отложений. Отверстие прочистил, потому что оно было почти забито. И стенки открыты такими сталактитами. Теперь резервуар для пены. Поэтому, как я говорил, ржавчина реагирует с артофосфорной кислотой. Когда все собрано, берем коробочку пустую или пакет мусорный. И делаем пробную заливку перед тем, как подать пенозол в стену. Включаем компрессора, набираем давление до атмосферы и начинаем работу. Музыка Музыка Ему уже три дня, немножко не хватило смолы и мы докупали. Вот он имеет такую консистенцию, упругий. При нажатии принимает свою форму и не сыпется. Если бы было много артофосфорной кислоты, то при нажатии он был бы хрупкий и раскрашивался в руках. Здесь же все плотно. Музыка 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 Продолжение следует... Ну вот, утепление дома закончено пеноизолом, материал сделан правильно, по правильной рецептуре, он не упал, не присел и стоит как положено. Видны белые пузыри, они не присели, даже оттуда птички повылетали, воробьи, там уже им жить негде. Видны колбаски, которые застывали в том положении, в котором они вышли. Все отверстия заполнены, видно, что здесь уже застывшие, прошлого раза, а здесь уже свежие. И вот она, жена уже смела, правда, здесь веничком, поэтому очень не просматривается свежего пеноизола. Но колбаски уже есть, здесь видно небольшие, потому что там уже отверстие было маленькое. Стирается хорошо, вот видно, что если провести пальцем, все легко снимается от цемента и от кирпича. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как проверить компоненты для пеноизола и их пропорции. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok